Братья, возможно, нет большего комплимента, который мы могли бы получить от Господа, чем знание о том, что Он доверяет нам, как достойным носителям священства и отличным мужьям и отцам. Несомненно одно. Заслужить доверие Господа — это благословение, и оно приходит через огромные усилия с нашей стороны. Доверие — это благословение, основанное на послушании Божьим законом. Доверие Господа приходит в результате верности заветам, которые мы заключили в водах крещения и в святом храме. Когда мы выполняем обещания, данные Господу, Его доверие нам растет. Мне нравятся отрывки, как из древних, так и из современных священных писаний, в которых для описания праведного человека используется словосочетание «непорочное сердце». Непорочность или же ее отсутствие — это фундаментальная черта человеческого характера. Мужчины, обладающие непорочностью сердца, — это мужчины, которым можно доверять, потому что доверие строится на честности. Быть непорочным просто-напросто означает, что твои намерения, а также и действия, чисты и праведны во всех аспектах жизни, как публичной, так и частной. С каждым принятым нами решением мы либо увеличиваем степень доверия Бога к нам, либо уменьшаем ее. Пожалуй, яснее всего, этот принцип изложен в наших обязанностях, как мужей и отцов, которые Господь нам дал. Как мужья и отцы мы получили божественный наказ от современных пророков, правительцев и носителей откровений в документе «Семья. Воззвание к миру». Там говорится, что отцы должны председательствовать над своими семьями в любви и праведности. Во-вторых, отцы должны обеспечивать все нежизненно необходимое. И в-третьих, отцы должны обеспечивать семьям защиту. Чтобы заслужить доверие Бога, нам нужно выполнять эти три данные Богом обязанности, которые мы должны исполнять по отношению к своим семьям, чтобы идти путем Господа. Как сказано далее в «Воззвании от семьи», путь Господа означает исполнение этих обязанностей, и делать это нужно вместе с нашими женами, помогая друг другу как равные. Для меня это значит, что мы не принимаем в одиночку важных решений, связанных с этими тремя обязанностями, без полного единства с нашими женами. Первый шаг в нашей задаче зауслужить доверие Господа — это самим довериться Ему. Неофи стал примером такой праведности, когда молился. «О Господь, я уповал на Тебя, и я буду уповать на Тебя вовеки. Не возложу я моего упования на руку плоти». Неофи полностью посвятил себя тому, чтобы выполнять волю Господа. В дополнение к тому, что он говорил, что сделает то, что Господь повелел, Неофи был непоколебим в своей готовности выполнять его поручения. И это отчетливо видно в таком его высказывании. «Как жив Господь, и как живы мы. Не пойдем мы к нашему Отцу в пустыне, пока не исполним того, что Господь повелел нам». Поскольку Неофи первый стал доверять Богу, Бог в огромной мере доверился Нефию. Господь благословил их великими излияниями Духа, которые благословили его жизнь, жизнь его близких и жизнь его народа. Так как Неофи председательствовал в любви и праведности, а также защищал и обеспечивал свою семью и свой народ всем необходимым, он смог записать такие строки. «Мы жили счастливой жизнью». Чтобы представить вам женский взгляд на этот вопрос, я попросил двоих моих замужних дочерей помочь мне. Я попросил их описать в одном-двух предложениях то, насколько им важны доверия в браке и семейной жизни. Вот мысли Лары Харрис и Кристины Хэнсон. Сначала Лара. «Один из самых важных моментов для меня — это знать, что мой муж, проживая свой день, принимает такие решения, в которых проявляется уважение и любовь ко мне. Когда мы можем доверять друг другу таким образом, в наш дом приходит покой, и мы наслаждаемся тем, что растим вместе с семью». Теперь мысли Кристины. Доверять кому-то — это сродни вере в кого-то. Без подобной веры и доверия у вас будут страх и сомнения. На мой взгляд, одно из величайших благословений, приходящих благодаря тому, что я могу полностью доверять моему мужу, — это покой. Покой ума. Осознание того, что он действительно будет делать то, что говорит. Это приносит покой, любовь и создает атмосферу, в которой может расти любовь. Лара и Кристина никогда не видели записи друг друга. Мне было интересно отметить, что они обе, независимо друг от друга, написали, что благословение покоя в доме — это прямое следствие того, что у них есть муж, которому можно доверять. Как показал пример моих дочерей, принцип доверия играет чрезвычайно важную роль в развитии сосредоточенного на Христе дома. Я также мог наслаждаться той самой сосредоточенной на Христе культурой, поскольку рос в семье, в которой отец чтил свое священство и заслужил доверие всех членов семьи благодаря непорочности его сердца. Позвольте мне поделиться с вами историей из моей юности, которая покажет вам, какое длительное и позитивное влияние на свою семью может оказывать отец, понимающий, что доверие строится на честности, и живущий по этому принципу. Когда я был совсем юным, мой отец основал компанию, которая специализировалась на автоматизации производства. Эта компания разрабатывала, производила и устанавливала автоматизированные производственные линии по всему миру. Когда я был в средних классах школы, отец хотел, чтобы я научился работать. Он также хотел, чтобы я освоил ведение бизнеса от начала до конца. Моя первая работа заключалась в том, чтобы следить за участком и красить помещение, в которое не было доступа посетителям. Когда я перешел в старшие классы, меня повысили. Теперь я работал на фабрике. Я стал учиться, чертать чертежи и управлять тяжелым производственным оборудованием на фабрике. После окончания школы я поступил в университет, а затем поехал служить на миссию. Вернувшись с миссией домой, я начал сразу же работать. Мне нужно было заработать деньги, чтобы оплатить учебу в следующем году. После возвращения с миссии я работал на фабрике. Однажды отец вызвал меня к себе в кабинет и спросил, не хочу ли я поехать с ним в командировку в Лос-Анджелес. Это был первый раз, когда отец пригласил меня сопровождать его в командировке. Он позволил мне присутствовать на публичных мероприятиях и быть представителем компании. Перед тем, как отправиться в поездку, он подготовил меня, рассказав о нашем новом потенциальном клиенте. Во-первых, клиентом была транснациональная компания. Во-вторых, они обновляли свои производственные линии по всему миру, покупая новейшие технические разработки в области автоматизации. В-третьих, наша компания никогда прежде не поставляла им технику и не занималась их обслуживанием. И, наконец, их главный корпоративный менеджер, ответственный за закупки, организовал эту встречу, чтобы рассмотреть наше ценовое приложение по этому проекту. Эта встреча дала нашей компании новую и потенциально важную возможность. По прибытии в Лос-Анджелес мы с отцом отправились в гостиницу к этому менеджеру, чтобы встретиться с ним. В первую очередь нам нужно было обсудить и проанализировать технические требования проекта. Следующим предметом обсуждения были организационные моменты, логистика и дата поставки. Затем на повестке дня была цена и условия контракта. Вот здесь начиналось все самое интересное. Этот менеджер объяснил нам, что наша цена была самой низкой из всех поданных на данный момент заявок на этот проект. Затем он, к нашему удивлению, назвал цену заявки, которая шла на втором месте. И спросил нас, не хотим ли мы забрать наше предложение и еще раз подать его. Он сказал, что наша новая цена должна быть чуть ниже той, что указано в следующей за нами заявке. Затем он объяснил нам, что выигранные на этом деньги, мы разделим с ним наполовину, напоровну. Он оправдал такое решение тем, что все окажутся в выигрыше. Наша компания выиграет, поскольку мы заработаем значительно больше денег, чем при первоначальной цене. Его компания выиграет, поскольку эта цена в любом случае будет самой низкой из предложенных. И, разумеется, он выиграет, получив свою долю, ведь это он провернул такую шикарную сделку. Затем он дал нам номер своего почтового ящика, на который мы отправим ему затребованную сумму. В конце концов, он посмотрел на отца и спросил, «Ну что, договорились?» К моему удивлению, отец встал, пожал ему руку и сказал, что мы с ним свяжемся позже. После этой встречи, мы сели в арендованную машину, и отец повернулся ко мне и спросил, «Ну, что думаешь? Как нам поступить?» Я сказал, что не думаю, что нам стоит принимать его предложение. Тогда отец спросил, «Разве ты не считаешь, что на нас лежит ответственность перед сотрудниками обеспечивать их работой?» Пока я думал над его вопросом, еще до того, как я успел что-то сказать, он сам ответил на свой вопрос. Он сказал, «Послушай, Рик, если хоть раз возьмешь взятку или пойдешь на сделку с совестью, назад вернуться будет очень трудно. Никогда не делай этого. Даже один раз. Тот факт, что я делюсь его историей, означает, что я никогда не забывал того, чему отец научил меня в ту первую командировку с ним. Я рассказываю об этом случае, чтобы показать вам, какое длительное влияние мы, как отцы, можем оказать. Представляете, насколько я доверял своему отцу из-за непорочности его сердца. Он жил в согласии с этими принципами и в своей личной жизни с моей матерью, со своими детьми и со всеми, с кем он общался. Братья, сегодня вечером я молюсь о том, чтобы мы все, во-первых, подобно Нефию, возложили свое упование на Господа, а затем, благодаря непорочности наших сердец, заслужили доверие Господа, а также доверие наших жен и детей. Осознавание и применяя священный принцип доверия, который зиждется на честности и непорочности, мы останемся верны нашим заветам. Мы также сможем успешно председательствовать над своими семьями в любви и праведности, обеспечивая их всем жизненно необходимым и защищая от зла этого мира. Об этих истинах я со смирением свидетельствую. В имя Иисуса Христа. Аминь.